Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз, и я, Настасья Иванова, готова рассказать тебе о самых интересных новостях. Сегодня ты увидишь. Артем Сдунов назначен на новую должность. Что оставил после себя Осип Ковалевский? Все самое интересное в музее Николая Лобачевского КФУ. Красный автомобиль на Марсе. Для чего ученые отправили туда ракету? Те, кто связал свою жизнь с предпринимательством, уже знают, что в этой сфере свои знания необходимо развивать с колоссальной скоростью. Будущие опытные бизнесмены могут продолжить обучение в магистратуре предпринимательства, которая начала свою работу в Казанском университете. Подробности новой программы расскажет Аделя Шамилова. В Казанском университете начала свою работу новая магистрская программа, одинаково актуальная как для будущих, так и опытных предпринимателей. Программа затрагивает темы развития бизнеса и управления им. Важно подчеркнуть, что основы знаний по данным направлениям можно получить и по программе бакалавриата уже с осени 2018 года. Ну а пока магистранты начинают первыми получать знания по предпринимательству. Все это позволяет студентам в процессе обучения принимать реальные решения для благополучного развития бизнеса. Действующим бизнесменам тоже найдется чему поучиться. Первая группа магистрантов уже проходит обучение по данной программе. Магистратура предпринимательства успешно работает и ожидает новый набор студентов на следующий год. В настоящий момент магистратура предпринимательства основана на коммерческой основе. Сколько бюджетных мест предусматривает программа в 2018 году, решится совсем скоро. Аделя Шамилова, Ленар Довлетиаров, Универньюз. Министр экономики Республики Татарстан Артем Сдунов будет рассмотрен на должность председателя правительства Республики Дагестан. Что это может дать республикам и как Артем Сдунов связан с Казанским университетом? Ответы на эти вопросы ты найдешь в сюжете Артема Тупичкина. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев вынес на рассмотрение Народного собрания кандидатуру министра экономики Татарстана Артема Сдунова на пост председателя правительства Республики Дагестан. Занимавший эту должность Абдусамат Гамидов был задержан по подозрению в мошенничестве. Также под стражей оказались его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший министр образования Республики Дагестан Шахабас Шахов. Напомним, что 5 февраля президент Республики Татарстан Рустам Миниханов посетил Дагестан со своей делегацией. Вероятно, что помимо торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Рустам Миниханов и Владимир Васильев обсудили и кадровые вопросы. Республика Татарстан стремительно развивается, поэтому неудивительно, что другие регионы не только хотят перенять опыт, но и укрепить свое управление новыми кадрами. Назначение на пост Артема Сдунова откроет новые возможности развития для Дагестана. Такое назначение открывает пути для нового сотрудничества двух республик. Вероятно, что и Казанский федеральный университет получит возможность построить партнерские отношения с вузами и научно-образовательными центрами Дагестана. Министр экономики Республики Татарстан окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, который сейчас входит в состав Казанского федерального университета. Поэтому его можно полноправно назвать выпускником КФУ. Под его руководством Министерство экономики тесно сотрудничало с Казанским университетом. Был организован совместный проект «Фабрика предпринимательства», направленный на организацию развития бизнеса студентами. В рамках проекта телеканал «Универ ТВ» выпустил ряд программ. В 2017 году правительством Республики Татарстан в собственность университета были переданы контрольные пакеты акций Регионального инжинирингового центра медицинских симуляторов «Центр медицинской науки» и Регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий. Это 25% плюс одна акция. Оставшаяся часть акции передается университету в управление. Такое событие позволило вузу стать соучредителем предприятий. Центры перешли под управление КФУ. Инжиниринговые центры стали частью Регионального университетского центра развития инноваций. Он был создан в рамках федерального приоритетного проекта вузы как Центры пространства инноваций на базе Казанского федерального университета. Проект был одобрен Министерством экономики Республики Татарстан и направлен в Министерство образования и науки Российской Федерации. Мы верим, что Артем Сдунов на своем новом посту в столь неспокойном регионе справится с работой, и Республика Дакистан получит необходимый толчок к развитию. Артем Тупичкин, Универньюз. Продолжаем серию сюжетов о музее Николая Лобачевского. В этот раз речь пойдет о его современнике Осипе Ковалевском. Посетив различные страны, он привез много интересных и редких вещей. Анна Глазунова расскажет более подробно. В доме музея Николая Лобачевского проходит уникальная выставка, посвященная его современникам. Одним из современников Николая Лобачевского был польский и русский ученый первой половины 19 века, востоковед Осип Ковалевский. За время обучения в университете он вступает в два тайных общества. Общество филаретов и общество филоматов. Правительство, узнав о существовании тайного общества, арестовывает и ссылает многих членов этого общества. Осип Михайлович был сослан в Казань. В Казани Ковалевский довольно быстро овладел татарским языком и стал заниматься изучением тюркских, арабского и персидского языков. А в 1855 году он становится ректором Казанского университета. За время работы в Казанском университете он совершил выдающуюся блестящую экспедицию. В 1828 году он был направлен в Иркутскую губернию для изучения монгольского языка. За время командировки Осип Ковалевский посетил Монголию, Забайкалье и Китай. По возвращении в Казань он привез для университета богатое собрание книг, рукописей, этнографических коллекций. На выставке посетители могут познакомиться с уникальными экспонатами, которые Осип Михайлович привез из этой экспедиции. Это разнообразные фигурки Будды и, конечно же, это атрибуты буддийского культа. Также большая была коллекция традиционной китайской одежды, обуви, украшений и аксессуаров. Экспонаты, которые чаще всего впечатляют наших посетителей, это маленькая женская изящная туфелька для ножки лотоса. Девочки в возрасте 4-5 лет перебинтовывали ногу бинтами, и нога срасталась неправильно. Она напоминала небольшой полумесяц. Осип Михайлович это так впечатлило, что он сам лично вырезал из дерева макет маленькой женской изящной китайской ножки. В музее даже сохранилась тетрадь, в которой Ковалевский подробно описывал и классифицировал сделанные им приобретения. Анна Глазунова, Ленардо Валитяров, Универ Ньюз. Представители компании SpaceX и Tesla отправили в космос спорткар в направлении Марса. Для чего красной планете понадобился красный автомобиль, расскажет Аделя Шамилова. Маск впервые запустил к Марсу частную сверхтяжелую ракету. Запуск обошелся компанией Илона Маска в 90 миллионов долларов. Специалистам нужен опыт эксплуатации сверхтяжелых ракет, чтобы достигнуть Марса. Такого же мнения придерживается и представитель стратегической академической единицы «Астровызов» Алексей Андреев. Первое, что хочу отметить, это то, что для того, чтобы долететь до Марса, нужно построить соответствующую ракету, которая могла бы выдержать ту радиацию, которая находится в космическом пространстве. Для этого ракета должна обладать довольно толстыми стенками, грубо говоря. Это первая проблема, с которой сталкивается человечество, если захочет отправить экспедицию на Марс. И вторая проблема, она связана с тем, что человеческое тело, находясь в таком длительном полете, оно может просто не выдержать вот этого состояния бездействия, и начнутся какие-то патологические изменения. Планируется, что стартовавшая ракета выведет полезную нагрузку на гелиоцентрическую орбиту, которая пройдет рядом с Марсом. Так как пуск является пробным, единственной полезной нагрузкой стал личный электромобиль главы компании Илона Маска «Вишневый спорткар Тесла» с одетым в скафандр водителем-манекеном. Вполне возможно, уже в ближайшем будущем в таких скафандрах будут летать астронавты-компании, запущенный автомобиль сможет находиться на орбите много лет, если ракета не взорвется при взлете. В мире всего четыре страны, которые располагают аналогичными сверхтяжелыми ракетами. США, Франция, Китай и Россия. Сейчас, да, тестируются ракеты, которые называются «Ангара». То есть они, по-моему, в середине 2020-х годов должны начать эксплуатироваться. И вот у них, в частности, будет миссия, связанная с доставкой на окололуную и околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС. То есть вот такие задачи стоят перед российской космонавтикой. Но хочу также отметить, что Россия все-таки сейчас фокусируется не на освоении Марса, а все-таки на лунных программах. И вот в ближайшие 7-8 лет планируется осуществить первую лунную миссию за долгие годы. Успешный запуск такой ракеты будет означать, что впервые в истории частная компания смогла построить сверхтяжелую ракету и запустить ее. Адель Шамилова, Универ Ньюс. На этом все. Подписывайся на наши социальные сети и будь всегда в курсе самых интересных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok